Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, начнем, наверное, с американских событий, с американской действительности. Граница, кризис на границе. Правда, Пелоси и Шумер, эти две одиозные личности, утверждают, что Байден унаследовал МЭС на границе. Вообще, Шумер такая карикатурная фигура. Вы знаете, я смотрю его, вот пресс-конференцию давал по поводу этого законопроекта, в котором они повесили на нас 2 триллиона долларов долгов. Вы знаете, чем отличаются кулаки мужчины? Вот когда мужчина сжимает кулак от женских, женщины, как бы этот большой палец сверху кладут на руку такой. Вот так получается как-то. А у мужчинам по-другому. Так вот, Шумер, потрясая кулачками такими женскими, кричал. «Help on his way». В общем, унаследовал, оказывается, Байден местной границы, а не он создал кризисную ситуацию. Что вы по этому поводу думаете? Да, я вот этот сегмент решил назвать именно как пограничный кризис, и что с ним связано, он будет главный. Но вообще тут каждую неделю от Джо приходит все больше и больше каких-то вещей, на которыми по-хорошему бы надо смеяться. Ну, потому что это смешно. Но смеяться не приходится, потому что это президент Соединенных Штатов, и как этот человек попал на такой пост, и что он еще может наворотить, это, конечно, весьма и весьма печально. Это первое, да, как он попал, ну, мы с вами примерно знаем, а вот то, что может наворотить, ну, и то, и другое получается печально. Поэтому, да, привычно благодарю Палину Волкову за помощь в подготовке выпуска. Мне бы очень хотелось последовать совету замечательного сатирика Грега Гатфилда, который в своей воскресней, в субботней передаче сказал, что давайте на три года просто забудем про того парня, который управляет страной, тем более сам парень, который управляет страной, поступает именно так. Хороший совет, действительно, и очень точное описание того, что делает Джо, но вот, к сожалению, не очень-то получится, потому что все действия президента, они так или иначе распространяются, но идут по всему миру. И прежде чем перейти уже к пограничному кризису, я еще напомню речь Джо перед самыми выходными, от которой я, в общем-то, содрогнулся. Это, ну, пафосно прозвучит, но правда, ну, это настолько речь, которая противоречит нашему, хорошо моему представлению об Америке и о взаимодействии американцев с правительством и с президентом, что, ну, это просто отвратительно. Так как вот это вот все вы мне нужны, мне нужно, чтобы вы все срочно сделали себе прививку. Может быть, если будете себя хорошо вести к 4 июля, там вам разрешат встретиться, ни в коем случае, не в большом количестве, а в очень малом. И вообще, мы еще там для вас разработаем программу, что как вам можно себя вести, как вам нельзя себя вести. Вот это тот случай, когда при всем уважении к институту американского президентства очень трудно сдержать самую разную преимущественно ненормативную лексику, но потому что где это вообще слыхано, чтобы... Примеры наверняка были, я не буду сейчас утверждать, что все американские президенты до Байдена были воплощением американской мечты и американской системы. Не за том разговор, мы еще сейчас обсуждаем вполне определенного политика. Так вот, так себя вести, будто бы американцы это какие-то неразумные дети, которые без доброго дедушки ничего не в состоянии сделать, и что кто-то там в правительстве будет решать, с кем встречаться, в каком количестве людей встречаться, как проводить праздники, что вам какие-то там эксперты, которые вчера говорят одно, сегодня другое, завтра скажут третье, они вам будут подсказывать, определять, что делать, что не делать, где нормальные отношения президента и своего народа, построенные на взаимном уважении. Этого нет. Я привычно напомню Кристиу Новому и ее позицию. Вы граждане, вы взрослые люди, поэтому решайте сами, но помните о какой-то своей ответственности. И почему-то у нее все получается в штате. Я понимаю, это один штат и не самый населенный, но тем не менее. А тут Байден берет на себя такую, простите, ношу, хотя не может даже вспомнить, где работает глава Пентагона и как его зовут. Поэтому речь, конечно же, это, еще раз скажу, только самое мягкое определение, это антиамериканское и отвратительное. Другого я определения подобрать не могу. Ну и что касается границы. Дело в том, что даже хотя многие консервативные обозреватели отмечали, что президенту Трампу не удалось полностью реализовать свои меры по сокращению иммиграции, но что не только по своей вине, конечно же, не будем сейчас углубляться. Главное то, что претензии к нему всегда были, но главное то, что теперь мы видим, что на самом деле, как и во многих других вопросах, Трамп-то добился успеха. Потому что как только возникали какие-то проблемы с избытком мутных товарищей на границе, то администрация Трампа сразу начинала что-то делать. Как это было, например, в 18-19 году, и через договоренности с мексиканскими властями создавали такие условия, что вот этот самый кризис, он так или иначе, ну если не исчезал, то становился уже не кризисом, а просто одной из проблем. И граждане оказывались в Мексике, не особенно торопились в Штатах. В общем, Трамп все это как-то так или иначе разруливал, хотя я не очень люблю это слово. Под крики и визги, что он сажает детей в клетки. Более того, не знаю, обратили вы на это внимание или нет, кто следил за выборами в нормальных Штатах. Но есть в Техасе такое место, как Долина Риагранда, которая, в общем-то, в 16-м году голосовалась за Хиллари, и, в общем, считалась таким преимущественно Испаной, населено преимущественно выходцами из Южной Америки как раз, и вроде бы считалась вполне себе демократическим оплотом. Однако в 20-м году они проголосовали за Трампа. И это, в общем, достаточно яркое подтверждение тому, что даже не только дело в том, что политика Трампа, нацеленная на решение проблем с эмиграцией, она так или иначе работала, пусть не в той степени, в какой бы нам хотелось. Но это еще и подтверждение тому, что, невзирая на крики и визги о расизме Трампа, те адекватные представители латиноамериканской общины, которые, конечно же, есть, они-то эту политику понимали и принимали. Если то, что не только, разумеется, в этом дело, а во многих других действиях 45-го, но не в последнюю очередь, конечно, и то, что он предпринимал на границе, привело к тому, что, видите, даже привычно голосующие за другую партию люди, они предпочли Трампа. Ну и что, да, и тем не менее, главная проблема, которую я вам уже называл, это то, что, да, все эти усилия Трампа по хоть какому-то решению проблемы на границе, они, к сожалению, не получили закрепление в Конгрессе, так или иначе. Поэтому сегодня Байден все отменяет, его советница Джейкобсон пытается говорить по-испански, говорить, что граница открыта, то есть закрыта, и когда она говорила правду, понять на самом деле довольно сложно, имеется ли тут в виду оговорка, имеется ли в виду фридистская оговорка, или что-то еще, не будем пускаться в конспирологию, но высказывание было весьма многозначительным. Так вот, сегодня мы видим, что народ мутный валит валом, что количество людей с пресловутым ковидом, оно валит тоже в большом количестве в Соединенные Штаты, мы еще не знаем, какую заразу, то, о чем я говорю постоянно, помимо ковида они могут с собой принести, и даже то самое правило, согласно которому несовершеннолетних приходится, так или иначе, какое-то время держать в определенных местах, то раньше, помните, называлось «Трамп сажает детей в клетки», а теперь появилась такая вот странная формулировка, что Байден, да, значит, не Байден, конечно же, ни в коем случае, он же у нас, сами понимаете, какой, ну, в общем, чтобы играть в власти, они вынуждены отправить детей в места, чем-то напоминающие тюрьмы. Вообще, такое надругательство над английским языком, какое позволяют себе авторы мейнстримной прессы, ну, мне лично, как преподавателю английского языка, это тяжело читать. Ну, как бы то ни было. То есть, все то, что было при Трампе благополучно развалено, и мы видим массовый приток иммигрантов-нелегалов, которые проникают в страну, несут с собой заразу, являются потенциальными кадрами для будущих преступных группировок, но, опять возвращаясь к той речи, с которой я начинал, заметьте приоритеты. Я понимаю, для многих из вас в этом ничего нового нет, и так оно и есть, и, конечно же, и для меня ничего нового нет. Но обратим внимание еще раз, как администрация партии, про которую управляет страной, на минуточку, относится к своим гражданам, которые платят налоги, которые голосуют, не всегда, правда, и соблюдают законы, и как они относятся к людям, которые неизвестно вообще, откуда взялись, что они в Америке будут делать, чем они больны и так далее, хотя голосовать, скорее всего, будут, кстати, и мы даже знаем, за кого. Но, тем не менее, граждане Америки законопослушные, если мы послушаем речь Байдена, воспринимаются как неразумные дети и потенциальные переносчики заразы, потому что надо обязательно за каждым следить, чтобы никто ничего такого не делал, и быть под подозрением. А люди, черт знает откуда, да на здоровье. Принес заразу, и фиг с тобой, у тебя полная свобода. Как-то это не по-человечески, когда интересы граждан других стран, неизвестно, опять повторяю, откуда, с какими идеями, и зачем при явившемся в Америку, ставятся выше интересов своих граждан. Но демократы, и, к сожалению, президент Соединенных Штатов, нам демонстрирует всем именно это. И не только американцам, но и гражданам за пределами страны. Ну, и извечный вопрос, хотя и исходит он из русской революционной литературы, а именно, что, собственно говоря, делать, я его так немного разбавил словами-паразитами, чтобы уж совсем не цитировать соответствующую русскую литературу, но делать все опять упирается в мою любимую тему, ну, ничего не поделать. Когда мы говорим о противостоянии Байдену и Конгрессу, всегда, похоже, мы будем возвращаться к Штатам и к судам. Сегодня опять Штаты. Вообще, очень трудно в это поверить, настолько изменилась ситуация. Но когда вот это вот самое правило о том, что порядок натурализации должен принадлежать федеральному центру, когда это принималось через конституционные установки, это имело своей целью не поощрение миграции, а представьте себе как раз наоборот. Потому что тогда Америка была еще не очень большой страной, и многие Штаты в своих целях готовы были принимать каких угодно людей к себе и давать им соответствующее гражданство. Потом эти граждане могли легко переместиться в другой Штат, хотя они там никому не нужны, но так как граждане, у всех права примерно равные, попробуй к ним придерись. И вот чтобы такого безобразия не было, чтобы Штаты не открыто принимали к себе черт знает кого, вот тогда сторонники Конституции и выступали за то, чтобы шло это все через центр. Более того, это не мои даже домыслы, это вы легко можете прочесть и у Мэдисона в «Федералисте», где он пишет, что нельзя позволить жителям, властям одного штата навязывать гражданам других штатов иммигрантов, которые туда приехали. И, например, в выступлениях Роджера Шермана, не такой известный, но тоже важный основатель, еще когда он был конгрессменом. И сегодня ситуация радикально изменилась, как мы видим, и уже федеральный центр навязывает штатам вот эти вот полчища иммигрантов. При этом, ладно бы они шли только в синие штаты, которые и так, и так голосуют за демократов, но тоже плохо, конечно, но тем не менее. Но федерального центра, конечно, идея заполонить нелегалами как можно большую большую часть Соединенных Штатов. Но при этом защита-то есть и есть вполне себе юридические основания, и прежде всего целый ряд высказываний и заключений ныне увы покойного судей Антонина Скали, который говорил, что если штату не дозволено защищать свои границы и не дозволено регламентировать кто нужен, кто не нужен, то, в общем-то, суверенитет штатов ничего не стоит. И тогда, да, американская система получает очередной удар. И этот самый удар опять пытаются нанести демократы. Поэтому, если опять судьи, которые Конституцию знают, которые читали судью Скали и ему подобных, и судью Сторин, кстати говоря, они будут хоть что-то делать и предпринимать какие-то действия, если губернаторы и законодатели республиканские штаты тоже будут стараться ставить хоть какие-то преграды на пути нелегалов, то это никак не их произвол. Это все, повторюсь, вполне себе разумные действия. Более того, сейчас я вступаю на такую, что называется, скользкую почву, но, тем не менее, Дэниел Хоровиц, например, обозреватель консервативный ныне здравствующий, он полагает, что штаты имеют право даже защищаться от таких караванов нелегалов с использованием местных сил и мобилизации национальной гвардии, например, потому что тот же самый судья Стори, давным-давно, правда, но никто его не опроверг, что нам важно, он писал, что если штат подвергается определенной агрессии, то штат имеет право прибегнуть к мерам по защите от этой агрессии, не дожидаясь и не получая санкции Конгресса. Повторяю, судья Стори, один из авторитетнейших специалистов по американской конституции, и если штаты полагают, что вторжение вот этих самых нелегалов это равносильно агрессии, то они могут вполне применять все возможные меры, чтобы этих самых нелегалов вытурить, отправить как минимум в синие штаты, в идеале туда, откуда они приехали. Но, повторюсь, здесь все упирается, к сожалению, в нынешнюю мягкотелость очень многих республиканцев, да и некоторых консерваторов, увы, тоже. Тем не менее, все-таки, чтобы не заканчивать опять на столь мрачной ноте, два положительных момента, один, вернее, момент, но на два штата распространяется. Это не пока вопросы иммиграции, но уже хоть какая-то заявка на противостояние буйству Байдена и кампании. Мы уже говорили с вами об отменах масок, локдаунов и так далее, а еще в конце прошлой недели Тейт Ривз из штата Миссисипи, губернатор республиканский, который уже пытается от масок избавиться, хотя не так активно, как мне бы хотелось. Он подписал закон, который запрещает трансам участвовать в женских видах спорта. И любимая моя Кристина, насколько я знаю, тоже собирается сделать то же самое. Пока, как я понимаю, она еще его не подписала, но пишут, что она ждет его и с готовностью, и сама она говорит, что с удовольствием это сделает. Кажется, ну, можно сказать, кому какое дело, до трансов и до спорта, но простите, что это вообще за безобразие? Если мы допускаем либералов и их эту идиотскую повестку, что трансы это женщины и те, кто себя считают женщинами, могут идти и участвовать в женских видах спорта, то здесь открываются опять такие просторы для леволиберального маразма и леволиберальной агрессии, что будь здоров и сдерживать их надо изо всех сил и то, что губернатор Ривз и я очень надеюсь в ближайшем будущем губернатор Новым в этом уже будут тормозить безобразие, затеянные демократами, ну, слава богу, начинаешь с одного, появляется смелость, появляется интерес, появляется поддержка избирателей, я уверен, что она будет, и там можно уже и дальше противостоять на уровне штатов тому, что делают Байден и компании, поэтому на границе пока ничего хорошего мы не видим и от прессы еще и не слышим, сами понимаете, но права штатов и действия штатов по-прежнему остаются нашей главной надеждой, тем более, что здесь хоть какие-то поводы для оптимизма все-таки появляются. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Да, интересно, во времена Трампа средства массовой информации некоторые политики, некоторые сердобольные эмиграционные адвокаты называли вот эти центры содержания нелегалов концентрационными лагерями. То, что происходит сегодня, вот эти фасилити, так называемые, заполнены более чем на 700 процентов. То есть, и ничего, и все в порядке, и это все нормально. Но, единственное, никогда не признают, но это традиционная такая позиция левых, не признавать собственной вины, а в случае, когда это становится достоянием гласности, сваливать вину там на кого-то. Но это все, как, как, потрясая женскими кулачками в воздухе, говорил Шумер, это вина Трампа, так же, как утверждает Пелоси, это все то, что Трамп виноват. Это он так сделал. Хотя при Трампе, мы помним, нелегальная иммиграция сократилась, по-моему, там на 80 процентов. И, как бы, принято было новое правило. Люди, ожидающие рассмотрения своих кейсов, ждали их по ту сторону границы. То, что сейчас происходит, с одной стороны, они говорят, послушать ПСАКи, это просто, это просто ПСАФАРТ. Мы работаем на дипломатическом уровне, 4 миллиарда долларов денег наших налогоплательщиков отправили в эти страны, чтобы они якобы решили эту проблему, чтобы народ не рвался из этих стран. И, то ли они нас всех за идиотов, хотя среди нас достаточно много идиотов, которые голосуют за подобных политиков, что вот этими миллиардами они чему-то могут помочь каким-то образом. Так что ситуация на границе действительно сложная и все это укладывается в традиционную политику демократов. Заменить американских избирателей на новых, у которых нет понятия, принципов, идеологии той, которая присуща американцам. Это, начиная, вот, как я уже не раз говорил, начиная с 1965 года, законопроект, который протолкнул покойник Кеннеди. Ну, да, тогда он еще не переписывался с Андроповым, но уже понятно в чьих интересах действовал. Кстати, Псаки, раз вы вспомнили лучшего подарка кремлевской антиамериканской пропаганде, вообще трудно себе представить. И еще одна тема, о которой мы потом, наверное, очевидно, будем, когда о нем говорить в ближайшее время, это социальные эксперименты над армией. То есть, армия никогда не была так политизирована, как это происходит сегодня. Вы знаете, эту стычку между Пентагоном и Такером Карлсоном, который не стеснял... Карлсон, у меня много претензий, но здесь он прав, надо признать, беременные женщины не воюют, прости. Ну вот, Карлсон заявил, если бы они также, так сказать, воевали с, скажем, с врагами Америки, как они пытаются воевать со мной, а он заявил о том, что, к сожалению, это то, что происходит на наших глазах, действительно, социальные эксперименты над армией. Армия это единственный институт, которому доверяло большинство американцев, потому что он не был столь политизирован. Сейчас во главе Министерства обороны стоит афроамериканец, и он считается... Он начал с того, что он назвал практически всех, кто не согласен с линией партии, когда мы говорим партии, мы имеем в виду, ну, как в Советском Союзе, когда мы говорили партии, мы имели в виду одну единственную партию, коммунистическую. Так вот, и здесь, когда мы говорим, что те, кто не согласен с линией партии, это значит, те, кто не согласен с идеологией или политикой демократической партии, они являются экстремистами, и вот от них Остин хотел бы освободить нашу армию. Это было началом. Ну, а дальше мы уже знаем, что он не Остин, а парень, который руководит тем местом, который, ну, вы знаете, и так далее. Ему Байден очень, на самом деле, хорошее определение это придумал. А что касается армии, я только тоже быстро дополню, но здесь тоже понятно, пытаются сделать то, что сделали с европейской армией континентальной, которая уже является объектом давних насмешек, и уже как-нибудь тоже об этом поговорим, говорят в Великобритании, если у нас будет конфликт, кто с нами будет воевать? немцы, которые боятся трансов обидеть в своих рядах, какие-то враги, ну, вот и с американской армией хотят то же самое сделать. Абсолютно. Хорошо, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, продолжим. Если будут вопросы, напомню, телефон в студии 847-400-5200, ну и давайте прослушаем рекламное объявление. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова», ну и теперь от щедрых обещаний зиц-председателя Байдена о том, что мы будем иметь возможность на День Независимости собраться небольшими группами на наших бэк-ярдах, ну, в том случае, конечно, если будем себя послушно вести, если будем выполнять все указания, оденем по две маски, там, дистанцироваться друг от друга и так далее. А перейдем к Европе, в частности, к Северной Ирландии. Есть ли чему поучиться? Совершенно верно. Продолжаем наш этот годовой цикл, посвященный столетию Северной Ирландии, и, думаю, вы уже поняли, что место, которое так сильно связано с Америкой и с Израилем, заслуживает нашего интереса. Сегодня поговорим о политических особенностях Северной Ирландии, и хотя я прекрасно понимаю, что есть целый ряд моментов, которые делают политику Северной Ирландии абсолютно уникальной, все-таки это часть Соединенного Королевства, место достаточно небольшое, и там политика очень сильно завязана на юнионизме, то есть единстве с Королевством, либо на присоединении к Ирландии, но при всем этом, даже держа в памяти вот эти чисто местные эпизоды, стоит кое на что обратить наше внимание. Я вам полностью не могу, не успею все рассказать, но только самое главное. Два момента, самые, пожалуй, интересные. Во-первых, Северная Ирландия это место, где нет центристов вообще. Официально они есть, но все партии, которые в какой-то момент себя позиционируют как центристами, они рано или поздно уходят либо вправо, либо влево, потому что место сильно разделенное, и либо ты представляешь правые взгляды, либо левые центристов в Северной Ирландии не ценят. Там люди такие, что не доверяют тем, кто хочет и нашим, и вашим. И второй момент, Северная Ирландия это место интересное тем, что вот на протяжении всей столетней истории в местном ли парламенте, в парламенте ли королевство всегда большинство представляли партии правые консервативные. В основном две, а чуть позже я о них скажу, ну и сейчас появляется еще одна. и здесь важно то, что у этих партий, у них поддержка прежде всего рабочая и у среднего класса, потому что ольстерские шотландцы, ну а в основном так мы называем людей, которые живут в Северной Ирландии, ирландцами они себя не очень любят считать, даже хотя любят название Северной Ирландии, ну вот они в принципе отторгают, мы помните, я вам про это говорил, элитарность, они в принципе отторгают, когда им диктуют что-то, они за индивидуализм, за вот это вот дух сообщества, комьюнити, и конечно же левая идеология туда не вписывается. Да, среди юнионистов есть тоже левые, но они все-таки это меньшинство. В основном право-консервативные взгляды, отрицание социализма, отрицание коммунизма вообще совершенно полностью это, как говорят они, вот самое страшное, что вы можете сделать в Северной Ирландии, первое, если вы зайдете в район лоялистов, юнионистов, ну первое, это сказать, что вы за Ирландию, а второе, это сказать, что вы за коммунистов. Да, это два самых страшных греха. И сказалось еще и то, что мировое левое движение исторически поддерживает националистов, ирландскую республиканскую армию, и у ирландской республиканской армии были связи с Москвой, и с нацистами, и с арабскими террористами, о чем я уже говорил, ну а вот ольстерские, шотландцы, они могут искать себе друзей только где? в Израиле, ну еще в нескольких странах, но в основном в Израиле, кстати говоря. И в такой ситуации, повторяю, рабочие и средний класс, они консервативны. Консервативны как на уровне экономическом, хотя им постоянно навязывают какие-то из Лондона, о чем тоже чуть позже, меры, и консервативны на уровне социальном. На социальном уровне, это где-то я помню, видел едва ли не самое консервативное место в Европе вообще в западной, пока им не стали навязывать законодательство по абортам, да по гейбракам. Ну и то они сейчас им навязали, но они пытаются найти какие-то способы от них отбиться. И если мы посмотрим с вами на Ирландию, Северную Ирландию, когда она только появлялась, это начало, ну 21-й год и около того, то увидим, что два политика, которые тогда определяли лицо североирландской политики, они как раз вот и наиболее подходящие, наиболее показательные иллюстрации. Эдвард Карсон, он сам родом из Ирландии, из Дублина, и скорее представитель аристократии, ярчайший оратор, юрист, возможно, лучший начала 20-го века, и человек, который мог бы сделать себе яркую карьеру и даже стать премьер-министром всей страны. Но он предпочел спасать Ольстер от националистов и сохранить его в составе королевства. Но планы его были масштабные, он хотел всю Ирландию спасти, и был порой его заносило в его ораторских излияниях, и ему был нужен человек такой более в паре с ним, более прагматичный, более приземленный. Таким стал Джеймс Крейг, собственно говоря, первый лидер в Северной Ирландии, Карсон был такой лидер, скорее, не занимавшись политикой в самой провинции, а вот Крейг первый, кто Северную Ирландию возглавил. И Крейг офицер, бизнесмен, спокойный, воплощение Ольстерского шотландца, человек с незаурядным чувством юмора, но он хотел спасти по крайней мере Северную Ирландию. И вот идеальный этот такой дуэт политический, более такой визионерский, если хотите, человек с масштабными планами, и более прагматичный, и более приземленный, они сделали то, что сделали. Они сохранили Северную Ирландию, они добились для некоторых прав, согласно которым, да, Северная Ирландия в королевстве, но у нее есть и были на тот момент свои собственные правила, которые что-то решалось в Лондоне, но что-то в Белфасте, и что самое важное, и Карсон, и Крейг, они себя позиционировали как представители рабочего и среднего класса, и более того, рабочий и средний класс их воспринимали как своих, и даже Карсон, хотя он уродом из Дублина, до сих пор в Белфасте и в других городах Северной Ирландии, вы можете увидеть граффити Карсон Ольстеред, да, человек из Ольстера, когда вы помогаете ольстерским шотландцам, вы становитесь своим, Крейг, к тому же, вообще практиковал, он мог спокойно днем сходить наверх, поговорить с рабочими, о вреде социализма в том числе, мог спокойно по улицам ходить, разговаривать с людьми, и это тоже воспринималось как вот такой настоящий консервативный подход, человек, политик, мы видим его, он не лезет в вашу жизнь, но он рядом с вами, вы можете с ним спокойно поговорить. Что касается социализма, то Карсон, ну, помимо того, что ярко и очень много говорил о его вреде, у него даже с Черчиллем были проблемы, потому что он первое время считал Черчилля социалистом, представьте себе, и выходя за пределы Северной Ирландии, Карсон еще предсказал проблемы Германии, он туда часто ездил отдыхать и лечиться, и еще в начале века он сказал, что в Германии все больше интересуются социализмом, и это их рано или поздно погубит, заметьте, ну, умные люди, они на то и умные. И когда Крейга не стало, то премьер-министр, следующий важный премьер-министр Северной Ирландии, на которого я бы ваше внимание хотел обратить, это Безел Брук, он же Брукбара, чем важен Брук, во-первых, он тоже говорил, что мы в Северной Ирландии отрицаем социализм гораздо больше, чем Лондон, и наши рабочие понимают вред социализма, а второе, то, что Брукбара, ну, Брук или Брукбара, я так и так буду его называть, он, его позиция по иммиграции, кстати говоря, она неожиданно перекликается с проблемами Европы и Америки сегодня, потому что Брук, он старался ограничить въезд в Северную Ирландию из Ирландии, и объяснял это очень просто, раз ирландцы и националисты не могут нас себе подчинить силой, потому что мы от них всегда отобьемся, ольстерские шотландцы боевые люди, они это сделают через эмиграцию, то есть все больше и больше людей будут к нам приезжать, будут голосовать за своих политиков, и со временем добьются того, что Северная Ирландия потеряет свой особый статус, и станет лишь подчиненной провинции Ирландии как таковой. Согласись, очень знакомо звучит для многих стран. Ну, с поправками, опять же, но Брук был совершенно прав и в этом. Увы, не удалось Бруку стать на пути политики лейбористов лондонских после войны, хотя он старался, и все ольстерские лидеры того-то времени говорили, что социализм вреден для Ольстера, что национализация губит нас, но полностью противостоять все же они не смогли тому, что сделало Лондон, увы. Однако, что-то сохранить удалось, и, как говорил Брайан Фолкнер, будущим премьер-министр Северной Ирландии, что я всегда говорил, что нам в Ольстере социализм не нужен, я и так и буду говорить, и за это Ольстерсам большое спасибо. Они сейчас такой позиции придерживаются. И партия, которая, в общем-то, долгое время была главной в Северной Ирландии, называлась Ольстерская Юнионистская партия, она всегда себя позиционировала. Партия малого бизнеса, партия бизнесменов, которые, к тому же, поддерживаются рабочим классом и однозначно антикоммунистической. Проблемы стали возникать, наверное, в конце 60-х, начале 70-х, когда террористы из Ирландской республиканской армии начали уже просто-напросто в боевые действия, и об этом у нас разговор с вами уже в апреле будет, когда предпринимались все меры для борьбы с ними, но стоило тому же Фолкнеру начать массовые аресты, как его сразу же обвинили в том, что он сажает детей в концлагеря. Знакомо, правда? Вместе с тем, все, что он делал, это проводил массовые аресты людей, связанных с террористическими движениями, и более того, это там проверялось по многу раз, и это имело эффект, кстати говоря. Но ВИСК поднялся по всему миру, у Ирландской республиканской армии левая поддержка и левые СМИ были всегда на их стороне, и, к сожалению, в Америке ирландское лобби, не разбираясь вообще, кто там, даже когда они голосуют в Америке за консерваторов, все равно видят в ирландцах своих, что большая ошибка, кстати говоря. Но, как бы то ни было, что тогда возникли проблемы, Фолкнер под давлением стал искать контактов с ирландцами как раз, и договариваться о совместном управлении, чтобы и Дублин имел какую-то роль в управлении Северной Ирландии, закончилось это тем, что правительство, что лоялистские организации, они просто-напросто остановили жизнь в Северной Ирландии. И хотя я понимаю, это звучит плохо, но жизнь остановили политическую. Однако, даже с парализованным правительством и с практически парализованными законодателями жизнь продолжалась, и это был пример того, очень интересный пример, кстати говоря, что вот эта вот сила комьюнити, да, сила общественных связей, она гораздо важнее правительства. Потому что с голоду никто не умер, лоялистские организации и даже боевые, они занимались тем, что развозили продовольствие, следили, чтобы люди больные, одинокие получали медицинское обслуживание, то есть вот этот вот эпизод, это 72-й год, это едва ли один из немногих моментов, я не говорю сейчас ни про какую анархию, там все было очень весьма регламентировано, когда мы увидели, что люди консервативных взглядов, люди, у которых оружие под рукой, даже иногда запрещенное так между строк, они могут следить за порядком, за своими больными, за своими детьми без правительства вообще. Это было. Ну, не знаю, долго бы они продержались, конечно же, как все-таки временное было явление, потом, однако же, Британия установила там личный контроль, прямое правление из Лондона, и к системе такой парламентской, ну, наверное, только к концу 90-х, более уже выстроенной, там были свои какие-то ассамблеи, но однозначно, вот нынешняя система с исполнительной законодательной властью, она появилась в 98-м году, и тоже это было связано с, об этом тоже мы еще будем говорить подробнее, с договоренностями, которые навязали Северной Ирландии Клинтон и Блэр, на не очень выгодных условиях, увы, и когда северные ирландцы были вынуждены допустить сотрудничество с Шенфейн, террористической партией, прямо скажем, и допускать их практически к более серьезному управлению страной, это действительно, это вот одна из больших глупостей, которые сделал Клинтон. Ну, а что важно здесь, человек, который, Фолкнер, который согласился вот на соглашение с Саниндейлским 1972 года, при всем своем консерватизме, он потерял уважение ольстерцев, хотя остался там жить, потом его себе вернул, и со временем, учитывая, что ольстерская юнионистская партия стала идти, по мнению ольстерцев, на уступки международному истеблишменту, она стала терять поддержку, и ее заменила другая правая партия, это демократическая юнионистская партия, возглавил ее Йен Пейсли, колоритнейший священник, кстати, друг Трампа, и, как я вам не раз говорил, я уверен, что Трамп у него многое перенял, и Пейсли себя тоже позиционировал как защитника североирландского консерватизма, противника вот этого евросоциализма, он всегда был против Евросоюза, кстати говоря, еще до того, как это стало мейнстримом, что называется, и говорил, что задача Евросоюза это уничтожить Соединенное Королевство, и, как мы видим, был во многом прав, если мы посмотрим, насколько проблем вызвал выход Королевства из ЕС, так вот, Пейсли очень многих людей, недовольных вот таким поливением или движением к центру Ольстерской Юнионистской партии, переманил их на свою сторону, и со временем, ну, где-то партия появилась в 70-е годы, но во многом, наверное, уже после вот этих вот соглашений Страстной Пятницы 98-го, да, ждать пришлось долго, но тем не менее, постепенно главной партией Северной Ирландии стала уже не Ольстерская Юнионистская, но демократическая Юнионистская, и именно она стала самой главной консервативной партией, с той же самой политикой низких налогов, социального консерватизма, и поддержки того, что представляли когда-то Эдвард Карсон и Джеймс Крейг, но со временем, и вот это особенно видно в последние годы, Ольстерцы стали выражать недовольство и демократическими Юнионистами, полагая, что сейчас те слишком уж дружат с Шенфейн, они вынуждены, но тем не менее, так как делят с Шенфейн власти исполнительную и законодательную, слишком часто не могут противостоять Лондону, когда навязываются те же самые гей-браки или аборты и так далее, какие-то там меры по зеленой политике, и сейчас в Северной Ирландии развивается партия, которую создали в 2007 году уже люди недовольные демократическими Юнионистами, называется «Голос традиционного Юнионизма», возглавляет ее Джим Алистер, и сейчас уже они себя позиционируют воплощением Ольстерского консерватизма, и по последним опросам к ним все больше и больше переходят избирателей вот тех двух Юнионистских партий, которые я назвал в прошлом. То есть, что здесь важно для нас вот такая вот, да, здесь помогает то, что не очень большой, повторюсь, объем у страны, у провинции, но то, что партии постоянно под присмотром избирателей, и если консервативные избиратели видят, что партия идет в центр или левеет, или не отвечает их требованиям, они сразу отказывают ей в поддержке, и сразу появляется новое. Вот это я понимаю, в Америке не сработает по ряду причин, но внутри партии республиканской можно постоянно какие-то подобные течения все-таки образовывать, чтобы поправение всегда имелось, и чтобы какие-то силы, которые тянули партию вправо, чтобы силы, которые представляли консерватизм, они были. Северо-Иванцам проще. Их политика Брукбора, Карсона, Крейга привела к тому, что там по сей пору белого населения 98%, полтора процента из Азии, пол процента чернокожего, там один из самых высоких, виноват, один из самых низких, наоборот, уровней преступности, да, терроризм был, это были тяжелые времена, о них я расскажу в апреле, но преступность как таковая, там практически в некоторых графствах Ольстера вообще практически нулевая, там где все-таки какие-то мигранты есть, там она присутствует, местная преступность, ну ее практически нет, либо полиция очень эффективно действует, либо вот эти самые лоялистские организации ее искореняют, это мы не должны приветствовать, но это есть, они тоже с преступностью борются, то есть северо-ирландская консервативная политика, как мы видим, результаты приносит в прошлом году единственное место в Соединенном Королевстве, где не было беспорядков летних, я вам об этом говорил, напоминаю еще раз, и единственное место, где погромщики из Антифы и Black Lives Matter могут получить, во-первых, по морде, и очень хорошо могут получить, их могут арестовать, такое было, кстати, их арестовывали в Белфасте, а могут их и просто пристрелить, такого не было, и это не то, чтобы, ладно, скажу, что я это не поощряю, чтобы нас не запретили, тем не менее, но так как бы то ни было, этот принцип, который я вам назвал, все эти Ольстерские правила, которые перенеслись в Америку, которые находят много общего с Израилем, они работают, и я надеюсь, они еще и в Америке себя проявят, ну, а Северную Ирландию, я думаю, еще раз напомнил вам, почему мы все должны к ней относиться симпатии, к консервативной Северной Ирландии, ее поддерживать и отмечать ее столетие, в следующий раз апрельская наша глава Северо-Ирландская будет посвящена боевым группировкам, лоялистским, прежде всего, юнионистским, и их интересным параллелям, прежде всего, с израильскими, но это в следующий раз, а через неделю, ну, опять американские новости, они все-таки для нас в приоритете, а на сегодня я умолкаю, наверное, уже, да, и Сергею ничего не дам добавить, так как время поджимает. Иван, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова